На территории главной открытой спортивной арены города – стадионе «Химик», которую неделю кипит работа. Знаковая для Твери объекта решено подвергнуть масштабной реконструкции. Здесь планируется заменить футбольный газон, установить ограждение, обустроить систему дренажа и ливневую канализацию. На трибунах появятся новые сидения, вокруг поля легкоатлетические дорожки. По стадиону то и дело сноют трактора и рабочие. Здесь что-то роют, там наоборот подсыпают и ровняют. Тут же неподалеку трудятся археологи. «Химик» расположен на месте бывшего Тверского Кремля, когда еще представится законная возможность подробно изучить территорию, где сотни лет назад зародилась столица Верхневоложья. Здесь нельзя проводить никакие работы земляные и строительные, поскольку закон Российской Федерации, федеральный закон номер 73, жестко регламентирует, что на территории объекта археологического наследия работы могут проводиться только после проведения спасательных археологических мероприятий, раскопок и наблюдений. Археологические работы ведутся на трех участках или, как принято их называть, трех модулях. Первый, самый крупный, это территория футбольного поля. Здесь выполняется так называемое археологическое наблюдение, без глубокого проникновения в грунт. Древних артефактов при таком способе исследования обнаружить не удается, поясняет координатор проекта Александр Хохлов. Они залегают гораздо ниже. Тем не менее, без находок не обходится. Находки при подчистке слоя здесь были сделаны. Находки с самого разного времени, начиная от 10-20-х годов 20-го века и заканчивая 19-м веком, в том числе мелкая пластика, крестики и так далее и тому подобное. В южной части стадиона, ближе к ограде, ведутся уже полноценные раскопки. Здесь археологов ждал небольшой сюрприз. Выяснилось, что часть культурного слоя, относящегося к 17-18 векам, попросту отсутствует. Впрочем, объяснение данному феномену было найдено быстро. В начале 19-го столетия на территории будущего стадиона обустроили плац, срыли старые военные укрепления, выровняли территорию. По всей видимости, часть культурного слоя попросту срезали, отмечает Александр Хохлов. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Утрата верхних отложений позволила археологам добраться до более глубоких и, соответственно, более древних. Наиболее древние отложения культурного слоя сохранились прекрасно. Сохранилась здесь вымазка замечательная 16-го века. Не мостовая, но, тем не менее, какая-то уличная пространство, которое было замещено. Сохранилась целая серия хозяйственных комплексов в виде материковых ям и сохранилось несколько грандиозных построек. Построек 16-15 века. Помимо хозяйственных построек, на территории химика обнаружено древнее захоронение, о существовании которого прежде ничего не было известно. Найдено около 60 непотревоженных могил. Вероятнее всего, речь идет о приходском кладбище, полагают археологи. Здесь абсолютно типичная для большинства приходских кладбищ Твери картина. Могилы индивидуальные, индивидуальный гроб, одно захоронение. Гробы без железных гвоздей, то есть они сделаны на пазах. Они фиксировались как конструктор лего с помощью вот этих самых элементарных выступов и врезок или врубок. Это достаточно широко распространено было на территории Древней Руси. И можно сказать, что наиболее ранние погребения, вероятно, совершались уже с 13 века. Найденное захоронение позволяет предположить, что на территории химика или в непосредственной близости от него располагался древний храм, неупоминаемый ни в одной из тверских летописей, считает Александр Хохлов. Кладбища располагались именно возле церквей. Впрочем, пока это лишь гипотеза. Чтобы ее проверить, нужно подробно исследовать весь стадион и прилегающую территорию. А на это необходимо много времени и много денег. В завершение пресс-тура представителям СМИ продемонстрировали находки, сделанные в ходе раскопок. Среди множества экспонатов, обнаруженных археологами, есть и поистине уникальные. Как, например, это искусная свинцовая печать, датированная первой половиной 14 века. На стали вырезать тончайшие детали изображения, тончайшие детали литер, букв, текста мог только сверхквалифицированный ремесленник, мастер очень высокого уровня. А затем этот балаторий мог использоваться для оттискивания уже свинцовых заготовок. Вот такая печать, которую мог выполнить не каждый второй или третий мастер, не каждый десятый, она свидетельствовала, безусловно, подлинности документа, которым она привешивалась. Украшения, оружие, предметы одежды и быта – все это со временем пополнит фонды Тверского государственного объединенного музея. Что касается человеческих останков, обнаруженных на древнем захоронении, они после исследования будут преданы земле. Денис Рен, Фиталь Осипов, ТВ «Тверь».